Не следите, Серёжа, будьте добры, у вас там своя... Думает, хорошо играет. Вот везде пойдёт старый пень, а бывает берёза отломится, а отломится, старщик, и он его так оттянет, медведь отпустит, она ударит, как-то... Опять. А охотник слышит, плотную подойдёт, он не слышит. Сидит, пень ногами обнял, поднём, он музыкальный, он тут грамм, сколько уже получил, и от бачука, и от вороны. И опять оттянет, отпустит. Это от пила когда. Вот так откуси пила, она идёт и дребезжает. В природе столько интересного. Стоит, смотрит. Ну хоть маленько, так глянь раздует глаза. Это чудо, море чудо. А берёзень ещё не знает, спрашивает, нет. Как эта трава вот эта называется? Не знаю. Я говорю, три названия, ни одного не знаешь, нет. Называется Мурава, Конотопка, Спарыш. Спарыш ты найдёшь по-научному. Мне хочется, чтобы дети всё знали. Жили интересно, красиво и в бедности. Вот мы живём здесь сейчас. По сравнению с богатыми, мы никто. Но у нас там такое изобилие всего. Такая радость. Вот с утра, которую радость имели. Дети на перешке катили друг другу туда. Это нельзя сделать в городе. А он сел в парку. Поехал. Маленький рассказ такой. Приходит еврейская семья. А его все жиды. Жиды. Это жиды. А жид это они не тратятся. Это по-славянски. По-русски священник, по-славянски поп. Протопоп, а вакуум. А-па. Я к деду подошёл. Деда. А у нас в школе сегодня записывали. Какой национальности. Ну и что? А я записался. Я русский. Да ты же еврей. Русский теперь. Ну а сейчас спрашивают ребёнок. Второй класс. Ну ладно. Ладно. Садятся за стол. Мать ему картошки там, которые намяла, дала. А они едят курочку. Всё. А ты русский ешь, что русский едят. Рубль. Всё. Так. Так я пошёл. А ему дали рубль, кажется. Рубль. А сколько давали? Он стольник, сто рублей я когда дед давал. А дед теперь не даёт. Как? А на машине ехал. Они, зачем я буду возить русского? Не буду. Он вышел вместе со всеми на остановке. Стоит. Он гримёрзну. Ой-ой-ой. Вот вечером приходит. И опять они его третируют просто. Он вечером и говорит. Один день русским побыл. Это казанские рассказы такие казаки. Вот такое место пришёл и говорит. Деда, а у нас сегодня записано, где хочешь быть, курс открывается. Вот здорово. А кем ты? Врачом, если бухгалтером. И кем ты? Бухгалтером? Дурак. А почему где-то дурак? Документы хранятся. Те, что не так, тебя вытащат через 5-5 лет. А врачи-то схоронили его, кто-то раскапывать будет? Если неправильно анализ сделал, неправильно лечил, человек умер, его зарыли и всё. Через 5 лет его никто раскапывать не будет. А документы, где у тебя упущение, тебя посадят через 20 метров стоят. Дед-то мастер масштабно, а внук-то нет. Он подумал, что к деньгам ближе я сейчас найду. Я вам всем рассказываю. Может, некоторые не слышали рассказ, как одна девушка замуж вышла. А такая капризиса была. А сама-то по себе хорошая. И он фермер издалека приехал в Америке. Слышали это, нет? Я нет. И вот познакомились они с ней. Пойдёшь. А родители сказали, иди. У него, говорит, большие стада. Ты богатый, очень крепкий мужик. Он зря не болтает. И правда. Но она нигде не была, и всё такое. Она говорит, пойдёшь? Пойду. Вот сели, поехали. А у неё две лошади запряжённые. А это уже шип считается. Она его там жжёт. Вот посмотри, а вот там такое, И вот здесь он уже взял внимание. Как сидел, как старт. Не пошевелился. Представь, для неё, когда я стрекочу всё время, я опять надо сказать, что такое-то. И лошадь-то такая. Ну всё. Чё не увидит. Наплакает. Она всё-всё-всё говорит им. Он даже не дрогнул. И вот там опять лошадь спотнулась. Раз. Раз. Что такое? Ну не хватит. Едут. Вот на повороте уже где-то, говорит. Последний поворот там, перед озером. Лошадь опять спотнулась. Это же самое. Два. Слышала? Вот. А тут показалось, говорит. Там уже видать журавели остаются. Ты лошадь опять спотнулась. Он лошадь встал, вышел. В пистолете ставил в ухо и выстрелил. Лошадь ногами. Я, говорит, такую истерику закатила, говорит. Жестокий. За кого я пошла? Домой пешком убегут. Ты не человек. Раз. Уже 60 лет, говорит, я второе уже не заслужила. Я за полку больше ни разу не говорила. Гиталья, вот тебе ещё не хватало снасти. Сейчас посадят. Сейчас посадят. 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 Эх ты. Ты сделай так, чтобы те, кто сажается, чтобы она пугала за нас. За одно слово разе. Посадят. За лошадку. И что ты этого боишься, кто посадят? Да ты нас не знаешь даже. Ты Надежда Васильевна видишь или дорога живёт? Да. Это моя супруга. Не бывшая, а настоящая. И вот меня посадили. Меня посадили. Ты бы видел, у неё самая активная деятельность, когда меня посадят. Она тогда никто с пауком моём не связывает. Она в полную активность. Она до генерального прокурора дошла. В знакомство там где-то. Дальше. Она едет на поезд здесь. Пересаживается на самолёт, чтобы скорее. В тюрьму проникла. Тайно заняла знакомство, а там ей не разрешают. И уже проникла на квартиру степью и мне передать, что нужно. Ей надо меня увидеть. И она там увидела кран работает. Она видимо что-то сунула ему автокран. Он положил стрелу, а стрела-то там на пол улицы. Она между канатами легла, он её поднял ланзолы. Казак прибежал и говорит, там баба тебя ищет-то, показывает рукой, крестится-то. Мы вот там её автоматами сняли. Пробегали. Я вышел, она уже нет. Положили, она шмынула нигде выше, они никого нет нигде. Вот она как раз. Доброе утро. Вот как. И твоя Настя могла быть такая же. Если она до такого вышла, значит она надеялась, что сможет тебя тащить. Могу. Ну не могла она тебя не узнать, да? На три часа раньше, до свадьбы-то. И ты бы за того батюшку, который вас познакомил, ты бы не ложь бы молился. А у тебя они виновные. Они виновные. А вот у меня не так. Я в Новосибирске был. И там я приехал, сразу было три или четыре девушки, а я один. Первый парень на деревне, а в деревне дом один. Ну а я там с собой познакомился и я звать Нину. А дело-то такое, что я хожу и проповедую, и там надо записывать все. А вот такого-то не было. Старики собрались. Собрались и говорят. Ты вот это смотришь. Нет, это вот на это обрати внимание, на Надежду Васильевну. А она маленько старше меня. Она была учительницей. Понял? Я сразу же посмотрел. Я благодарен по сегодняшний день, что они так указали. А там случилось совершенно неладное. А она вышла замуж, запила. И запила. И отец такой, видимо. Вот как. Я прислушался. Это не священник мне посоветовал, а просто... Они старше меня друзья. Один из них, Володя Устинова, отец Александр Иванович. Вот как. Я когда говорю это Надежде Васильевне, как-то неприятно, что вроде не по любви женился. А я этого не знаю по любви. Надо и все. А любовь куда она денется? Она придет, когда увидишь, что это означает. Так она начала там среди учеников проповедовать. А ученица одна пришла и матери показала какой урок. А там мать прибежала в советское время-то. Так Надежда Васильевна с таким треском выгнали из школы. Лишили права работать с учениками в детских садах. Единственное, что я оставалась по вольным ведром. Но она там начала проповедовать. У нее ведро отобрали, крепко выбросили. А для меня это, что я вижу, такая ревность-то. Мед. Вот как. То, что ты видишь внешне, я не беру другое, что где-то. А вот это. У тебя могло быть по-другому. А теперь уже, похоже... Игнать Игоревич, ну вот как к этому относиться? Когда уже мы пожили, да. Она уже ушла к матери и убежала. И я к священнику пришел, к тому, который нас познакомил и увенчал. Говорю, ну помоги, как бы повещевай его. А он мне признался, говорит, что в свое время я ее... То есть вот моя Настя дружила с его старшим сыном. И уже шло дело к женинке. И он их в итоге развел, как море кораблей. И мне об этом рассказывали. То есть он понял, что она не такая хорошая? Да, из-за ее мамы, говорит, я их развел, как вот. И мне потом это все рассказал. Как к этому относиться? Как к этому относиться? Я тебе говорил, у Сократа, величайшего мудреца древности, была жена Ксантиппа. Совершенно невыносимый характер. И говорят, он, зная характер, специально женился на ней, чтобы выражать свой характер. Представь, с друзьями слеседуют, она его ругает, а потом смеху по войной витро его нагло. Он лысину вытер. Только сказал, я знал, говорит, за громом всегда дождь. Все. И вошло в историю. И тебе кажется, а что ты сделал для того, чтобы она не раскаялась, что такого олуха вышло? Она-то с подругами, когда разговаривает, она тебе что может сказать? Лентяй! У тебя постоянной работы по сегодняшний день нету. Постоянной работы нету. А моя жена не может этого сказать. Она куда бы ни пришла, мне на разной работе дают. Я всегда держу первое место в тресте по работе. И всегда две-три работы. Она-то это понимает, что она как за каменной горой. Вот и отдельный ей домик, там живет отдельная квартира. Чтобы она принимать могла гостей. А она такая, все ты сказал правильно. Вот ты-то что сделал, чтобы было по-другому, чтобы священник раскаялся, какую упустил? Безоставшего сына могла. Но он бы даже не знал, что такой ты ее сделал. И когда меня говорят, что женщина, она не такая, надо прислушаться. А что ты сделал, чтобы она была такая? Ты не думаешь, что она молчит где-то? Я тороплюсь на работу. У меня минуты всю жизнь выкраиваю. Почему так много сделано? Обо мне Московское КГБ. Московское высшее КГБ. Об одном думали. В Сибири трудится тайно несколько отделов. А арестовали одного. То есть работа своей я ввел в смущение даже МГБ. Тысячи экземпляров, пленок. Пятьдесят книг насчитанных. Это надо все представлять. На всю страну это все шло. И Златоустой, и прочее. Ты делай так, чтобы сравнивая это, она сказала. Это милость Божья, что такой рядом человек. Такого второго нет. Понятно? А я неоднократно свой адрес это слышал. Я это все мимо пропускаю. И она понимает, я на одном месте не ставлю. Собираясь на работу, как она начинает бухтеть, как говорится. Что-то надо там, я не сделал. Я мог сделать, но я настолько занять не мог это. Я сказал, когда я ем, а ты в это время говоришь слова неласковые, у меня пища прожигает желудок. Я положил ложку и в угол. Щетки и молюсь. Вот у тебя такое. Ты делал, нет? Не делал. А теперь-то, и дальше-то результат-то. Я кончил последний поклон, глянул, она рядом стоит со мной молится. Я застол. А она думает, наконец-то он ест, рот закрытый, жует. Когда я ем, то глухо не ем. А теперь ей только поговорили, только мне ей ткнуть. Я недолго думаю, ложку опять на стол и опять в угол залез. Закончил молиться рядом, а есть больше нет. Я собираюсь на работу. А я не сел, сутки не седены. А она и переживается вся. А работа, тачка, бетон на второй этаж завозить целый день. Ну, это чисто богатырская работа. Хлюпиком-то делать нечего. Но я всю жизнь спортом занимался. Не глядишь, что я такой сморщик. А я прихожу, а она в дверях уже распростерта опять. Еще раз готовить, все. А мне ничего не надо. Я беру с собой ломать хлеба и воды. Иногда посоленая, иногда послащенная. Все. Так меня там эти ФЗУшники работали. Как их назвать? Учащиеся. Так они у меня там два ломтя хлеба, а они мышь поймали, убили и заложили между хлебом, чтобы я с мясом ел. Я снимаю валенки, потому что зимой. Надевать надо там бахилы. Надевать валенки прихожу, а они туда набили стекла, забили кирпич, я его не могу вытащить. И ничего. Я ни одного не тронул. Я вынимаю с молитвы, смотрю, с ними улыбаюсь. И все кончилось. Александр Иванович меня спрашивает. Ты на работе крестишься так? Я говорю, нет. А почему? Я даже не знаю. Ну а знаешь, что ты верующий? Конечно, знаю. Я им говорю, я Библию считаю, с тобой новый завет беру. А почему же тогда ты не совершаешь крестное знамение? Я даже не задумывался. Садимся за стол. А у нас вагончик там, реконструкция города идет. Где пообедать. Я сижу на той стороне, а напротив мужчина. Я хочу перекреститься на руке, как в гире висеть. Я никогда не думал об этом. Это ужасно. А я уже как третий год уверовал. Не пятьдесят три, как сегодня, а третий год. Я подумал, не буду обедать, дома поем. О, как. Мысли только пронеслась, такая нет. Я, Господи, Иисусе Христе Среди Божий, помилуй меня грешно. Господи, благослови вкусить. А мужик в первый раз увидишь и говорит, что Бог тебе лишний кусок дает, что ли? Я не говорю, о котором мужик сидит рядом. Что ты его слушаешь? Дай ему в морду. Мне в морду разворачиваться этому советчику. Схватились, давайте. Я поднялся. Их вытащили из-за стола, из вагонщика, а там пургают, обоих выбросили. А я в медае сижу один теперь. Понимаешь, как Бог делает? Одна молбу на меня напустила. Сейчас не знаю, как ее назвать. Таня или кто. Нехорошую молбу пустила. А я работаю плотиком с топором. Я вижу, она идет. Я топор в руку. На перелесе ей стой. Остановил ее. Она на меня не смотрит, только на топор смотрит. А им же сказали, что верующие жертву приносят. Все. Я говорю, мне сразу стирать уже надо идти. Я говорю, ты говорила такое? Так это не я, это Катька сказала. Я Катьку тоже остановил. А Катька не я сказала, а Манька сказала. А Манька сама придумалась. Понятно, больше никогда не говорили. А мужик один трепался. Трепался? Ну не зря трепался-то. А я так же. У нас с топором. Там куча земли. Ну и вот я сразу вышел. Я говорю, ты будешь еще на великом лезть? Вот не стоит того. Рустик-то говорит-то. Я его вот там вот взял, подмышку поднял, а локтями внизу зажал. Он язык выпилил. Локтями вот так приподнял его. Он ногами-то болтает, а достать не может. Я говорю, еще если один раз будешь лезть, показываю на топор. Будем встречаться по-другому. Я его отпустил. Он прибежал туда. Этот баптист у меня чуть-чуть утром убил. А вот этот больше никогда не проходил. Я вот пальцем не тронул. А иногда приходится. Александр Иванович. Он крупный верующий, очень даже верующий. К расстрелу приговоренный в свое время за Слово Божие. И вот, говорит, там один на таковых станках работает. А он боксер, Александр Иванович был. Он каждый раз подойдет, говорит, и лезть. Я взмолился, Господи, помоги от этого дурака избавиться-то. А он начал у меня за борт охватать. Ну я, говорит, тогда как дал ему. Он говорит, через Оставок-то такой вот. Он через Оставок перелетел, там соскочил и не знаю куда идти. У него в глазах-то перевернулось так. А весь цех как грохнул хохотать. Все, больше никогда не было. Я не советую это делать. Я не бил никого, но вот так было. Иногда приходится менять тактику. Господь брал иногда и бичи пазловых выгонял. Любящий наш Господь. А они это поняли. И сразу заболкли. А потом только на следующий день там пришли. А какой властью ты делаешь? И тебе какая разница власть? Но в церкви только Бог командует. До священия. А ты к колену Иудину относишься. Я Бог. Это мой храм. Какой власть ты делаешь? Интересно? Хорошо. Оля, а что я сейчас рассказывал? Сейчас последнее. О чем я говорю? Она была далеко-далеко. Хорошо, что спустилась, с облаков не разбилась. Ты старайся все себе в копилочке складывать. У тебя были интересные подруги будут. Не просто так это. И ты всяких проходильцев будешь разоблачать. Ты только глянешь на него и поймешь. Я женщинам всем благодарен и удостоль, Что мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косо. Змеёй струили щекосы. Замаза в них не вошел. И нечего того расшить. Понятно? Таких стихов ни Евсушенко, ни Андрея Дементьева никто не напишет. Ни Маяковский. Почему? Они этого не знают. Они наоборот. Женщина прошла. Платье зашуршало. Голова закружилась. А я очнулся. На третий день только где-то не знаю. Я говорю. Приехала мамонтова что-то. А там заходит мужчина с волосы. Высокий такой. И меня машет пальцем. Я вышел. Я говорю. В чем дело? Я вижу. Вы обои говорите. А мне что делать? А что? Да что? Я котел сварил в баню. Хорошо сделал. Да нет. Нехорошо. Товарищ говорит. Ну да. У тебя зачем? Дырявый был? Ржавчина там была. Да нет. Это выпить надо. Ну а при чем добыть? Ну вот так вот это. А жена у меня Наташенька. Я говорю. Мы так живем. Так хорошо. И Даша еще не помню. Проснулся. А там говорит. Наташа лежит. Я говорю. Домой прибежал. Упал перед ней. Плакал. Молился. Да она меня простила. Я себя сам не могу простить. Что делать? Понятно? Я в район выехал. И уже исповедуется. К священнику не каждый раз подходит так. Привычно. Я еще могу сказать. Помолите. Как тебя звать? Костя. Вот так. Один раз я на работе стою. Подходит мужик. Я Ограда. Я сторожем где-то. Подошел. Голова Кощера. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня не знаете. Да кто и знает. А вот воровали тогда тут ковры и прочее. А вы всех заставили. У вас собаки такие страшные. И мы обратно в вагон все занесли. Три человека. Ну да. Так руководил то у нас Витька вот этот. Ну. Ну тут разборка была. Его застрелили. И он сейчас приходит ко мне. Я говорю. Тебя же убили. А он в окно машет рукой. Я уже с собой не рад жить. И он видел меня. И он исповедуется стоит. Я говорю. Тебя то как звать то? Да. Федька. Знаешь что. Сейчас идешь домой. Не оглядывайся только нигде. Ты можешь не оглядываться? Конечно могу. И скажу. Господи помоги мне. Жизнь моя закончилась. Я хочу служить тебе. Ты веришь в этом? Конечно. Вот так иди. А дальше когда он придет. Ты вот так вот перекрести его во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сгинь проклятое наваждение. Это сатана приходит. Да вы что. А он меня так из окна машет. Пойдем опять там где-то мы разбойничали. Грабили. Я говорю. Тебя похоронили. Это днем. Я говорю. Пить то пьешь. Ну так редко. В рот не берет. Накурить. Ну курю. Постарайся бросить. И пойди в храм. Исповедуйся к священнику. Понятно. Я наверное на работе. На вахте. Мимо проходящие приходят исповедоваться. Почему? Не знаю. Я их задерживал. Но я для них враг. А они мне колокол подарили. Видела колокол у меня? Нет? Придите позвоним потом. Ты звонила в мой колокол? Нет? В колокол 1774 года. А прокинулась эта машина. И они привезли. Мне. Увидели это. И где они были. И привезли ко мне. А я его потерять не приволоку. Сколько этих историй у меня. Ни одна. Ни две тысячи. И в каждой победа Христова. Христос победил их. И они побежденные приходят с дарами. Маленьких ребятишек. Поймал они там арбузы и виноград выносят. Поезда. Останавливаются. Прямо уходим в нас. Стучат в дверь. Я вышел. А у них эти ящики и винограды. Они небольшие. Ящик на ящик. И наложили вот такой вот стопой. А потом постучались. Деда. А вот в прошлый раз вы тут из какой-то книжки нам считали про Бога. Вы еще посчитайте нам. Мы вот вам виноград принесли. Я говорю. Ой. Ты не ушел? Нет. Вот назад скорее занесите опять Бога. А потом приходите. Это исповедь. Он говорит. А что вы не священник? Зачем мне быть священником? Когда и так исповедуются. Приходят. О том, как Коля остановился и принесли вам виноград. Да. Вы просили, чтобы вы про Бога рассказали. Правильно. Но вы сказали, чтобы отнесли. Да, ворованная назад. А теперь уже я буду разговаривать не как с ворами, а как с хорошими ребятами. Понятно? Сколько людей встало на ноги. А другие угрожали. Записки подбрасывали. Если не прекратите проповедовать, пропагандой заниматься. Вам конец. Смертельные записки подбрасывали. А потом, когда меня посадили, за меня ходатайство придут. У меня биография корявая такая. Неровная. Но в ней столько интересного. Вот сегодня даже мы ехали. Шли, сходили. Как интересно было. Как все прокатились. И как кого с кем посадить. Как под вас сено постелить. Я иду и все думаю. Как еще красивее и интереснее сделать. На сене сидела? Сидела. Вот так. На сено сразу объяснил. Там возьмем. А здесь мы его выкинем. Хозяин-то один. А разницы нет никакой. Такое одно утро. И столько красоты мы увидели. И когда будете молиться, за дядю Виталия помолитесь, чтобы Господь как-то устроил все. Чтобы он не свернулся совсем. Не ушел искать вторую нас, как резче той. А нас это поверит. Рассказывает про тебя. Тоже неблагополучно, скажем, получилось. И виноват поп. Сунул меня на такого олуха. Жизни-то никакой нету. Ни денег, ничего нету. Так что ты с той стороны маленько загляни. И ее пойми. Да, теперь она не оправдывается. Никак. Ну и здесь ты теперь отличись. Я сейчас тебе приду. У тебя интеллектом возьму. А потом ты будешь карабкаться по этим дровам. На вершину пирамиды. И там встанешь. Возьми какую-нибудь тряпку с тобой и знамя. Красную. Какую-нибудь портянку хорошую. Да. Мы за нас не поможем. Сморство не может насладывать идёт. Дивный Создатель. Ты наполнил землю красотой и чудесами твоими Слава тебе Ты однажды дал повеление земле Произвращать зелень на пользу человека И мы этим пользуемся И сердца наши наполнены благодарностью Аллилуйя Господи, пробуди нашу совесть и разум Чтобы мы во всем видели и наше участие на добро или на зло И гени по воле твоей сделано Прости, помилуй наших мужей и жен И нас сохранят всякого зла и место сие От пожара, от вороны чистой силы Благослови правителей Сохрани их от покушения на них В разуме издавать мудрые законы А не угнетать народ, не обворовывать его Патриархам, священникам, епископам, пастикам Дай духовное рождение свыше И всем нам водительство духом твоим святым Хвала тебе, слава тебе, Аллилуйя Отец, Сын и Спятой Дух Аминь Спаси Христос Спасибо, Христос